При этом многие специалисты отмечают, что результаты выборов в Европарламент, в частности победа ультраправых в некоторых странах, говорят не столько о растущей поддержке радикальных националистов, сколько о желании людей сказать «нет» нынешним европейским властям. Вот, например, что заявил по этому поводу директор франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский. Это очень волнительный и тревожный сигнал по отношению к нынешней власти, потому что, безусловно, люди не столь голосовали за экстремистов, сколько против существующего строя. И к этому протестному голосованию, конечно, стоит прислушиваться. Интереснее будет наблюдать, кто сменит господина Боросова главе Еврокомиссии, кто придет на смену Леди Эштон, и как результаты другого важного голосования минувших дней, голосования на Украине, скажутся на ближайшее время в геополитической обстановке.